Доброго всем времени суток, с вами TXR, Dual Universe, частный сервер. Ну что, сейчас X настал, время улетать. И меня тут мучает подозрение, может мелочи? Не, ладно, не буду, я думал, что станков с собой взять, не буду, не буду. Я доделал каранда, сейчас еще покажу. Не тестил, еще... Вот такой багажный отсек у меня. Опачки, и не влезло. Жадность. Так, это для него же коньяком бы, но они ничего не весят. Ну что-то я всякого с собой набрал. Опять же, все легкое достаточно, топлива, ну его надо взять. Всякие мелкие детали, чтобы не морочиться, ну пусть будут. Да, я мог бы бензобак, допустим, оставить. Ну как бы, основной вес вот, и вот, и вот эти вот буровые. Ок. Так, собственно, что у нас с корабликом? Поставил вот, то, что я забыл поставить аджастеры. Я тогда забыл их поставить. Поставил движки заднего входа, чтобы, может, было как бы назад 5 включить движки. Для стрейфа движки не стал ставить, это излишнее. Космические тоже поставил, я буду иногда на космических станциях, чтобы парковаться. Это тоже нужно. Для чего вверх движки? На космических станциях гравитация начинается в метре от поверхности посадочной площадки. Поэтому, чтобы приземлиться на эту площадку, надо как-то вот к ней подлететь. Подлетать носом или попом, ну, немножко неудобно. Ну, там, да, может, туда-сюда зигзагим по диагонали, спускаться, пока не притянет, неудобно. Проще зависнуть и толкнуться движками. Поэтому я поставил. Не помню, ручки показывал, нет ручки. Заправочные поднимем баки, они расположены. И самое главное, что я добавил, я добавил 4 атмосферных движка. С одной стороны, вроде удвоил мощность, но груз-то тоже в два раза больше. Ну, да, я обшифку сделал, как видите, обшил каранки. Он теперь не летающая рама. Везде все соединено. Тут кронштейны, на которых держится, как он называется, с собой, лерон. Вот серенькая, прямо видите, как он сделан по контуру крыльев, все четко. Ну, конечно, люкс будет опять говорить, что у меня опять кирпич летающий. Я не буду спорить. Скажем так, я не очень упоробился по корпусу. У него общий дизайн такой кирпичистый, конечно. Но, пусть будет, да. Небольшой совет, если вы только строите корабль. Персонаж, условно, остается на том месте, на котором вы сели в корабль. То есть, садиться в корабль, лучше стоя на самом корабле. Тогда вы не окажетесь в хрен знает где, когда высаживаетесь в космосе. Вы будете по-прежнему стоять на корабле. Корабль обладает своим подлогом. Так, ну что? Земля, прощай, все такое. Ох ты, как ты медленно-то разгон берешь. Товарищ, газуй. Так, возможно, земля, не прощай. Возможно, мы еще сюда прилетим. Туманным утром. Мастер Тава. Это хаб. Ну, хотя 300 с лишним в 16-градостном подъеме, мне кажется, достойно. Ну, ладно, уйдем наверх, поймем. Все-таки корабль тяжелый, весьма тяжелый получился из-за трех контейнеров битком набитых. Но должен сказать, что в первом рифтере, который мало отличался по числу двигателей от этого, да и по всему остальному мало отличался, ну, чуть-чуть компактнее он был. В нем было 4XS контейнера. То есть, половинка вот одного из этих контейнеров, которые вот тут. Но, правда, там на крыше стояло кресло для люкса. У которого был битком набитый рюкзак. У меня рюкзак был набитый битком. Так что груза он вез, ну, не сильно меньше. Так, пошла вниз, пойдешь. Так, ладно, градусы роняем. Сейчас я в эшелоне в этом разгонюсь еще. И попробуем штурмануть еще 50% атмосферы. Так, на 35 минут атмосферного топлива хватит. Ну, это не беда. Собственно, атмосферное топливо мне нужно только для взлета. В космосе оно не нужно. Посадку я существую тоже без него. Чисто на планировании. Хотя, блин, я, возможно, оптимистно. На планировании. Ну, вдруг он тут М-плоскости. А М-плоскости, они довольно-таки хорошую подъемную силу дают. Что мы имеем? Тут он по-прежнему что-то ругается. И почему-то не хочет меня макс спид писать. Тайна, покрытая мраком. И куда-то делась... Куда-то... 150 тонн он весит. Куда-то у меня... Я просто не могу найти... Делась скорость, на которой он планирует. Не, ну, три с полной уверенно держит. Все хорошо. Топ-то похвалил, да? Ну, вверх идет и ладно. Буду где-то градусов 10 держать. Он очень резко реагирует на штурвал от себя. Это не очень хорошо. Но с этим ничего не сделаешь. Чувствительность тут не регулируется. 320. Все вообще прекрасно. Может, было бы даже попробовать ломануться вверх. Но давайте я просто по логанам беру. Масса довольно большая. Лучше без джигетовки это все проделать. Просто плавно уйти вверх. Странно, он чуть влево летит. Почему бы это? И если нет, попробуем с джигетовкой, на самом деле. Но на трех сотнях он хорошо идет. Я думаю, у него подъемной силы-то хватит. Сейчас на 10% космодвижки включатся и пойдет разгон. И будет вообще шикарно. Эй, ты вниз не проваливайся. Еще есть. А ну я слишком вперед, конечно. Ладно, нормально. Сейчас, естественно, закругление планеты. Опять его носом вверх поднимется. Есть такой момент. Мне пока похрену, куда лететь, где планеты, на которые я собираюсь. У нее пока просто за пределы атмосферы выйдет. 360. Да вообще прекрасно. Вот только его вправо уводят. Все хорошо, но уводят вправо. Ну ладно, это не страшно. О, нормально. Смотрите, он спокойно дошел до 4000, на которые в прошлый раз я просто прыжками только выходил. А это спокойно, ровненько идет. Все нормально. Удалось. Смотрите, он влево прям уводит. Оу, что с тобой? Эээ, погоди, погоди, погоди. Я сейчас поправлю. Все, все поправим, спокойно. Это что-то с элеронами у него, с этим совсем. Оно дает куда-то в бок у него. А есть еще нюанс, надо перепрошить ему кабину. Бывает тоже такой косяк с управлением от кабины. Ну не такой, другой, но вообще от кабины косяков бывает много. Ну давай уходи за 10% и будем радоваться. 10%. Давай, выше, 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 выше. Ну космические, включайтесь, елки. Атмосферки уже хреновую тянут. Ну тут в дробях еще дело. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Давай в набор. Ну хрен я еще так буду его перегружать, естественно. Все, пошла нарастать мощности космических. А раз начала расти скорость, значит что? Мы выходим на орбиту. Все, уже видите, скорость выше, чем в атмосфере была. А сейчас атмосфера, когда вообще нахрен уйдет, они на 100% уйдут. А они мощнее атмосферных. Вот этот звук, это прям, конечно. Нет, не эта кнопка, вот эта кнопка. Да. Гуденья разгоняйся. У-у-у. А-а-а! Опять среди кнопки, а я еще нажал, да? Я такой. Какой-то электрический такой звук у них. Ну у них уже тяга 400. А тут лучше видно. О, другое же дело. Ладно, пока она выходит на орбиту, давайте смотреть. Собственно, система. Мне нужен ТАТОС. Система, блин. Сина Семен с Ионом из Нафили. Я вот не помню, по-моему, даже не был на Бетке. На Лакобусе вроде был. На Лакобусе вроде жил Люкс. Почему тут без круга? Понятно. А-а-а! Пвп-зону. Насекали Синема на Тиоме. Вот так. Ну ладно. ТАТОС. А-а-а. Где стена еще? Смотрим, где он? Слоудаун. Единайчик. Слоудаун. Мы, это, за пределы атмосферы выходим. Нам никакого слоудауна не надо. Так. Серьезно? С другой стороны планеты? Ну ладно. Ну, атмосфера небольшое, сопротивление еще есть, конечно. А-а-а. Стоишься, гудения тут. Вот это оно. Блин, на чем мы падаем? Я не понял. Почему мы падаем? Я что-то пропустил, пока я там ковырялся, да? Видимо, я что-то пропустил, пока я ковырялся. Возможно, самолет у меня пузом вперед полетел. Это бывает. Не-не-не, мы за разгон скорости. Это фигня. Это то, что дребезжание, доставки атмосферы нам сопротивляются. А-а-а. 0,3 air resistance. Так, мне показалось, что скорость опять начала падать. Что с тобой творится-ка, самолет? Так, сейчас надо с цифрами повнимательнее. Я вообще ушел из атмосферы, не нафиг. Скорость 3000. Планета, отпусти меня. Отноросмера 3 кН сопротивление атмосферы. Там, не знаю, последние облачка же хватаются. 0, все, отвали. Орбита. Видите, зелененькая орбита, все. Так, мне теперь нужно вон туда, по маркеру. Ну, сейчас от планеты подальше отойду, а то мне здорово нервы на взлете помотало. Сейчас вытяну атмосферу, атмосферу, орбиту вверх. Потом придется затормозить и разгоняться туда. Но сейчас надо от планеты уйти. Все, самолет. Больше так грузить, надеюсь, не буду. Потому что сканер это очень компактный, очень тяжелый груз. Ты у меня откровенно с перегрузом сейчас идешь. Вообще, скорее всего 0,5G, не так много, на самом деле, как хотелось. Все, ушли от планетки. Да, я рановато на карту отвлекся. Не надо было. Давайте смещаться. Фиолетовый означает, что все, я к планете уже не вернусь, даже если движки выключу. Дай двигатель скорость смещать. Вообще, перегуляр надо смещать. Да, физика. Инерция жестокая, ты сволочек. Все, мы в космосе. 0,3G, правда, к планете все еще тянет, но это уже такое, ни о чем. Все, нубятник. Помашем тебе рукой. Со второго раза мне удалось взлететь. А вообще, полеты тут как в КСП. Движение по орбите, притяжение, все дела. Единственное отличие, планеты стоят на месте. Планеты не двигаются. И день-ночь это обеспечивается тем, что солнце вращается. Ну, вот. Это было проще, чем двигать вот эти огромные массивы вокселей. А так, видите, я просто смещаю траекторию сейчас. В лучших традициях КСПшки. Нормаль, антинормаль и все такое. Еще совет начинающим космическим пилотам. Никогда не целитесь прямо в планету. Можете не успеть затормозить. И тогда впиявитесь. Поэтому лучше вот так в краешек, чтобы, если что, просквозить мимо, если не успел затормозить. И затормозить за планетой. Черт, не вернетесь потом. Особо хреновывает в плане навигации к Тадосу. Почему? Потому что Тадос окружен кольцом астероидов. Ну, это планета, по которой ката сжахнули огромным отбойным молотком. На ней огромный каньон. А то, что вы выбили из этого каньона, это астероиды. Вращающиеся от Тадоса. Поэтому Тадос в плане навигации еще хуже. Вы не попадаете в планету, да, но вы можете легко влепиться в один астероид, если вы не успели затормозить. В частности, поэтому на больших кораблях у меня, в общем-то, на всех, был установлен скрипт, который, помимо прочих навигационных данных, выдавал на экран длину тормозного пути, учитывая текущую массу корабля и скорость. Ну, собственно, вот. Касминь, что топливо у меня на час, но сейчас, я думаю, мне не понадобится. Максималка у данного корабля 50 тысяч. Максималка здесь определяется, если я правильно помню, размером ядра. Это XS. Это самый быстрый корабль. Чем больше ядро, тем корабль медленнее. Как бы наводит игроков на мысль, что стоит создавать стремители для того, чтобы ловить большие корабли. Но у большого корабля у меня у грузовика была 20-ка максималка. Все, в целом, леталка я доволен. Если я вот так безумно не грузить и не взлетать с планеты с одним же, то нормально. Ну, тут прям максимальное сочетание. Максимальный груз и максимально тяжелая планета. А так, как маленькая лошадка, такая развозная. Ну, да. Ну, все. Сейчас, собственно, будет все довольно монотонно. Я вводу на крейсерскую скорость. Для торможения мне тоже не нужно будет топлива. Вот эти читерские тормозные движки. Вот эти. Они топлива не употребляют. Они работают, но топлива не употребляют. Я не знаю, что так сделали. Я думаю, просто пошли навстречу игрокам, чтобы, если чего, если не кончилось топливо, их корабли не улетали в неизвестность. После чего они долбали бы админов. Вот. Немножко топлива понадобится на маневры возле планеты. Что такое? Круиз-контроль, знаю такую фишку. Не надо мне. Круиз-контроль позволяет поддерживать одну и ту же скорость, но он не учитывает вектор направления скорости. Ну, то есть, если вы заходите в атмосферу планеты, да, и хотите заходить на тысячи, и заходить там под углом, там, градусов в 30, к поверхности, чтобы вот так вот, перейти в планирование, и все такое, и наивно ставите на круиз на тысячу. В какой-то момент вы с удивлением обнаружите, что корабль падает со скоростью в тысячу. Потому что круизу все равно как направленный вектор скорости. Он только его величину отслеживает. Поэтому круиз такой себе. Так, видите, какая-то проблема у меня с верхним движком. Но это... А, и с этим. Эта конструкционная проблема не совсем верно обсчитывается корпус. То есть, движок считает, судя по короткому пламени, что ему что-то блокирует выхлоп. На самом деле, вы видите, ничего не блокирует. Но движок считает, что блокирует. И это немножко ведет к снижению мощности. Это вот тут даже можно посмотреть. А сейчас атмосферное-то можно установить. Космические. Смотрите. Наполовину два движка заторможены. Так, они должны 180 выдавать. Вот это 107. Что тут можно сделать? Если у вас такая фигня приключилась. А что он так размывается? Куда блюр берется? А если у вас такая ботва приключилась, можно просто на один щелчок, вот в моем случае сдвинуть к середине эти два движка, на один буквально щелчок на одну позицию. Возможно, ему мешает вот эта вот желтая палка, на которой он крепится, он почему-то считает ее помехой. Хотя они абсолютно симметрично расположены. Вот, правда, чуть ниже. А вот второй момент. Ну, он где-то вот до суда, по идее, зону смотрит. Второй момент, что может быть. Это вот эти движки как-то мешают. Я потом подвину, посмотрю. А бывают вообще смешные случаи... О, вот отсюда, Саша, смотрите. Бывают вообще смешные случаи, когда мешает игрок. То есть ты строишь корабль, залез вот сюда посмотреть, у нас блокированный движок, а этот момент висит где-то тут. Он тоже считается за препятствием. Так, давайте посмотрим в настройках, что такое. Что за размытие, нахрен? О, видят DLSS. Давайте качать. Screen Space Global Illumination. Что это такое? Так. Тени жопы с ними. Фронтира, надо... А, вот Speed Blur, вот. Все, ушло он, нахрен. Ну, прекрасно, отлично. Это был Speed Blur. Я, видите, мимо лечу планет. Тоже нормально. Затормозим. Ну что ж, давайте тогда поставлю на паузу и включусь уже возле планет, потому что лететь долго. Лететь, я думаю, где-то около полчаса. Летел я, собственно, к Тадису, а прилетел я в итоге к Мадису. Не туда ломанулся. Бывает. Тадису мне теперь стану. Давайте я теперь для верности выберу себе место на планете и уже туда. Клац, ну. В прошлый раз я где-то вот тут обитал. Давайте тут где-то и поселимся. Ну, условно говоря, вот тут на берегу. Вот так. Ну что ж. А теперь давайте исправлять ошибку. А, ну 75 суней так много, 100 с чем-то я уже пролетел. Проблема в том, что топливо мало. А, слушайте. Это не проблема. Это не проблема. Ну, вот то, что я говорил. К кораблю можно ходить. Если, так сказать, грамотно по нему устроился. А, где у меня топливо? Космическое. Возможно, тут. Так. Линк. Заправка. Кергон. Нормально. Че это все? Да, немного я с собой кергон взял. Ладно. Хоть как-то. Все-таки подзаправил. Итак. Полетели. На другой стороне, мне от планеты не надо уходить. Эх, блин. Счастье было так возможно, так возможно, и вот так возможно. Где планета-то? Ну, короче, вон, это Матис со своими спутниками. 150 единиц летел. Охренеть. Так, че ты вверх засток не идешь? Давай ниже. И левее. Если думаешь, что я целюсь прямо в планету, вы ошибетесь. Я целюсь не в планету. Я в нее так не попаду. Она слишком маленькая, слишком далеко. Блин, да что ты очень сильно сделал прям управление. Прям резко, не знаю кто. Надо будет переставить от жестера. Потому что это немножко сильно. Так, ну что ж. Новый прыжок. Прыжок. В арбе ячейки, да. Мгновенно раз и там. Да, этого еще очень далеко. Так, ну ладно. Что у меня, на 36 минут топлива, я минут 20 разгоняюсь и нормально. Ждем дальше. Ну вот и самое, на мой взгляд, удобное плане. 3,5 единиц, конечно, не близко. Топлива у меня, конечно, не вагон осталось. Тут такой момент с этим топливом. Реактивные движки, которые держат самолеты в воздухе. В режиме, так сказать, ну не воздушные падочки, но что-то типа. Они питаются именно этим топливом. Реактивным. Не реактивным, а реактивным другое. Космическим. Если хочу как-то перемещаться по планете. Ну понятно, что на большой скорости он летит в режиме самолета. Но вот именно с маленькой скоростью, из гексов в гекс перелетать. Мне нужно сколько-то топлива оставить, потому что в кармане кергун не делается. В кармане делается атмосферное топливо. Почему я поставил такие движки, а не ховеры? Ну потому что этот самолет должен в космосе уметь подняться. Ховеры не позволяют так делать. Ховеры работают только в атмосфере. Ну что ж, там вот на краю разлома я отметил точку. Примерно тоже, где меня раньше завод стоял. Но сейчас расположение по лесу скопаемого скорее всего другое. Я бы хотел себе найти место, где много угля. Ну плюс-минус, оно все тут первое и есть. Но я хотел именно с углем найти гекс. Ну, в разных сдержаниях везде. Потому что уголь очень сильно расходится. Он расходится на сталь, он расходится на пластике. Поэтому гекс мне нужен с углем. Поэтому я, наверное, от фонаря не буду занимать. А, так сказать, распакую сканер и посканирую. Здесь еще перелечу другое место, опять распакую его и посканирую. К сожалению, у меня леталки со сканером я построю не сразу. Мне завод сначала нужен. Вот. Поэтому корабль-сканер я построю потом. Ну, а пока мне бы вот, хоть как-то. Сканер ставится только на подвижное ядро. И хорошо бы мне эксцесс ядра хватило. Но мне кажется, что он поместится. Он высокий очень. Но мне кажется, что он поместится. Ну, не думаю, что это корабль, но просто на ядро. У меня составляет два эксцесс ядра мобильных. Я думаю, на ядро он поместится нормально. И по сканерам. Ну, не, на корабле вряд ли. Ну, я попробую. Просто сюда, митя сверху, на корабль. Если он за границу Куба не будет своей антенной выходить, то, в принципе, ненормально. Как-то вот так. Так все. Давайте по берегу топлива. Ты медленно летишь, зараза. Давайте еще. Ну, вроде недалеко, да? Три единицы. Летит-то не быстро. Я сюда летел, у меня было 15 тысяч слов, это сейчас две. Можешь, конечно, посидеть и еще книжку почитать. Мне кажется, это уже будет очень долго. Уже хочется приземлиться и, так сказать, воткнуть кирпу в грунт, дабы узнать, а что там. Ну, узнать, а что там, это 15 минут займет. Скадер, работать за 15 минут. В клан не буду ставить. У меня с собой сколько? Три или четыре. Но я ставить не буду, потому что, если поставишь, его забрать нельзя. Его можно только уничтожить. На куть черта, это надо. Я хочу место найти более-менее. Меньше всего нужен кварц. На первом месте уголь, на втором алюминий и железо. Железо немножко больше, чем алюминий нужно. Ну, плюс-минус одинаково. Вот как-то исходя из этого, надо будет смотреть сейчас место. Так, ну все, хорош. Хватит тратить. Ну, это кольцо астероидов, кто не видел. Это то, что, типа, вот, выбило неведомо чем из планеты. Я вообще, кстати, слабо представляю, чем могла быть вызвана такая катастрофа. Ну, понятно, что разработчики просто для живописовщики ее взяли. Ну, так вот, планете как будто фрезой прошли. В одном месте этот разлом отсутствует. Там такой, как бы, мостик. То есть, он не полностью кольцо около планеты прошел. И разработчики заполнили его водой. На мой взгляд, зря. Когда он был просто сухим каньоном, было гораздо лучше. С водой он смотрится, ну, не так. А когда там был каньон, несколько, он 10 километров глубиной. Это было просто офигенно. Сейчас все гораздо скромнее смотрится из-за воды. То есть, вся его глубина затоплена водой. Это немножко не то. Ну, ладно, тогда пауза и встретимся уже возле атмосферы. Пролетаем мимо астероидов. Не мог не включить запись. Это не маленькие камушки, как будто кажется. Это огромные хреновины. Они просто висят далеко от меня. То есть, мой корабль вот отсюда. Там даже точки, скорее всего, не будет виден. Не помню, как там с полезными ископаемыми. Я на них не обитал. Но на них сделали, что они тоже делятся на гексы. И там тоже жить стоит денег. Если там строишь свою базу, то тоже стоит денег. Насчет полезных ископаемых не помню. Мне кажется, их там нет. Но не уверен. Хотя, если их там нет, такой смысл в базе на астероиде для красоты. Мы одно время хотели с люксом построить. Но у нас хватило только маркер поставить. Ну, маркер территории юниты. И на том, по-моему, он закончил. Или тогда еще не было там гексов. Нет, тогда еще не было гексов. Мы слетали, посмотрели, что-то там ватнули для отметки. Так сказать, чтобы туда летать и строить. Но так и не построили. Это, по-моему, в Бетке еще было. На обращенной планете стороне астероиды хотели построить базу. Но еще дальше мысли построить. И одного посещения астероидов у нас не пошло. Золб тогда убедился, что они не просто камушки, а они здоровущие. Ну, не как Луна, конечно. Пешком его вокруг ходить замучившись. Так, ладно, уже близко. Я, честно сказать, не помню, на какой высоте у него начинается атмосфера. Мне кажется, такая нормальная. Где-то километрах на 20. А на 12 уже начинается земля. Как-то вот так. Ну, скорость пока приличная. В атмосферу я входить буду, наверное, где-то на 1000. Атмосфера довольно толстая. В отличие, если брать от того же Алиота, Хевена. Там тоненькая, особенно Алиот. Тоненькая-тоненькая атмосфера. Плотность такая, что накрыли уже опираться, начинается на 2 километрах над уровнем моря. То есть тормозить вообще не где. Тут атмосфера толстая, но у нее градиент маленький. То есть она медленно становится разряженной с высотой. А, тень от какого-то из астероидов на планету легла. Так, на какой-то из этих лун есть известняк. Надо будет потом посидеть. У меня с собой денег мало осталось. Я сейчас чертежи в кармане начал крафтить. И у меня, ну, пятихатка-то осталась. Ну, короче, надо еще разбираться что-то с оплатой территорий. Я очень не уверен, что ее сделали меньше, хотя могли. Ну, высоту пока не показывает. Ну, даже если самолет разобьется, я все равно прилетел. Есть такое немножко читерское тут. Персонаж не убиваем, в принципе. Не, ну, он убиваем. Если он уж мягится вместе с самолетом. А так я могу просто вот сейчас выйти из самолета, шагнуть и просто упасть на землю. И ничего не будет. То есть, персонаж, так сказать, вне самолета не убиваем. Он погибает только вместе с кораблем. В связи с чем есть нюанс. Если все пойдет плохо, я просто выйду из кабины. Корабль упоет, разобьется. Я потом пособираю руками минералы и его подберу. Починю и все такое. Починю и долечу. Да, это будет долго. Ну, хотя в нем объекты маленькие, чинить не так сложно. Какой-нибудь грузовой корабль с целью движками. Блин, еще хуже с XL. Чинить, это да. О, атмосфера появилась. Атмосфера. Атмосферный движок включился. Так, корабль что-то пытается компенсировать. Не надо что-то компенсировать, все хорошо. А ну все, атмосферный полет. С прибытием на Татус. Ай-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Немножко путаю. Где вираж и где поворот. Ладно, страшно. Так, все. Вырубились космические. Переходим к атмосферному полету. Ну, собственно, уже перешли. Собственно, уже перешли. Всего 60 километров. До базы. Сейчас я где-то... До базы. Уже базы, да. До того места, где, возможно, у меня будет база. Опять-таки, вот, может, показать, что это лысая такая поверхность планета такая, да? То есть, потому что я невысоколечу. Я бы что-то лечу над ней на высоте где-то 4 километров. Может, 5. Это как бы, ну, равнины из-под крыла самолета. Ну, это я говорю для тех, кто вообще с игрой не знаком. Тут планеты реально здоровые. То есть, облетели вокруг планеты даже на космическом корабле вот с этими конскими скоростями. И у меня сейчас скорость по 1000 километров в час. Вот. Это не быстрое дело. Она большая. Так, 46 километров. Я сейчас ниже спущусь. Посмотрю, что DLSS в режиме качество вытворяет. Может, надо будет переставить в баланс. Ну, так-то фрезов не вижу особо. Какое-то странное подергивание. Вот здесь, да? Может, мне оможь держится. Так, ну, где-то километр у меня сейчас высота. На ней, наверное, пойду. Маленько, рекорд. Еще какая-то фигня. На 40-ка процентов тяги нормальная. Ну, 14 буду держать. Блин, цель какая равнина колбасина. Ну, это воксеры прогружаются. А, я знаю, что это. Сервер неофициальный. Ему немножко скорости не хватает. То есть, он менее... Видите, дырки? Он менее успевает подкидывать территорию. Скорость высокая. Объем большой. И мне сервер не успевает отгружать информацию. На официале успевает. Тут нет. Ну, частный сервер. Ну, в общем, неплохой, я бы сказал. Я больших проблем с ним не имею в виду. Как бы страдить. То есть, подо мной успевают отрисовать там вот эти окаменелости, деревья с кораблем. А дальше не успевает. Все, я уже низко спустился. Или земля поднялась. Речь в землю поднялась. Но атмосфера меня влево ведет прямо четко. А, погодите, а там вело вправо. А тут влево. Угу. Люкс одно время хотел в такой вот долине бывшей реки покопаться. Мне нравится на краю каньона. Каньон шикарен. Так, кстати, к нему что-ли вылетел? Да, похоже на то. Каньон просто шикарен. Вот эти вот острые хрени, это баги. Вокс, я сейчас прогрузится, да, и все будет нормально. Так, восемь километров. Да не трясись, это не счастье. Вон, слева тень моя летит. Все, уже довольно низко спустился. Ну, не низко, это горы поднялись к каньону, а не выше. Да, та часть планеты пониже, далеко от каньона. Четыре километра. Так, готовимся к посадке. Сколько у него минимальная скорость, на которой он удерживается на крыле, я вот не знаю. Не хотелось бы вляпаться из-за этого. Так, гекс. Так, ну вот это вот ровное место меня устроит. Шасси пошли. Внизу сдохший лес. Я вот не хочу закапываться на этой планете. Почему? Тут на сервере работает старая схема выкапывания руды. Надо рассадить. Ну, вот эту руду можно тупо копать под землей при помощи сканера. Это оставляет многочисленные ходы такие. И серверу становится, чем больше копают, тем сложнее все это поддерживать. И через какое-то время, я думаю, владельцы сервера просто обновят планеты. При этом все, что я выкапываю под землей, заполнится грунтом, естественно. На официале, там может было подать заявку, и тебе по объему ядра освобождали пустое пространство, ну так сказать, в порядке очереди. Будет ли это здесь, я не уверен, поэтому я вот лучше не буду закапываться. Ну все, прибытием на Тадос. Умерший лес, все как положено. Так. Да, сразу сканер. Попытаюсь воткнуть. Попытаюсь я его воткнуть. Если не тут, то я попробую потом ядро половой, блин, на территории, это не моя. А мне дадут ядро-то поставить? А хрен его знает. Так, сканер, тебе лучше уместиться. Мне кажется, что вот сейчас кто-то влезает. Ну влезь. Ну что это тебе стоит? Так, еще не влазишь? А, понял, еще не влазишь. Опа, влез. Э. Так, у меня есть еще одна мысль, что с этим можно сделать. Ну ладно. Ты же засветился, все нормально. А, почему же ты мне сразу не говоришь, что он калейник? А давайте тогда вот попробуем. Вот так. Вот так давайте попробуем уложить. Мне уж много-то не надо. Мне просто, чтобы сработало все. Ого. Я тебя даже вот сюда сдвину. Ага, понял. Есть. Забавно раскладывается, конечно. Ну все. Ты что, лежит? Чего ты, знаете, даже руду не вижу. А, ну есть немножко пальцы с месторождением. Медяха есть. Ты медяха? А, мне слыхло. Хром хорошо. Хром мы любим. Ну все, пусть хреначит. На самом деле, его можно вот так оставить висеть над кораблем. Он не сильно вам мешает. Я буду потихонечку переползать по гексам, пока не найду то, что мне надо. Смотрится по-идиотски, конечно. Вот что поделать. Машинку, которая будет сканить, я еще не сделал. Я как только устроюсь на месте, будут начнут добывать Т-1 руду. Вот, я сразу сделаю Скорпиона. Довольно удачная по компоновке машина со сканером. Если не ошибаюсь, на XS ядре тоже. Которая позволяет, вот не так отвратно сканировать. Ну ладно, там на паузу, 15 минут подождем и посмотрим, что в этом месте есть. Так, ну вот результат. Угулять тут неплохо, боксит неплохо. А вот я бы местами поменял, поэтому давайте сохранить данные. У меня появились они. И давайте куда-нибудь слетаем еще. Теперь давайте думать, я вот тут в этом ексе. Да, это соседний. Так, ты что ты дрейфуешь-то, нечисть? О, как ты хреново, с этой штукой-то летаешь. Ну реально, штука хреновая, тяжелая. Ой, как тебя колбасит, елки. Да, вот она когда лежит внутри машины, ее так не колбасит. А когда делаешь участие в конструкции, она начинается вот такой пипец. Да, задолбаюсь я сканировать. Так, полтора километра мне туда лететь. У меня даже развернуть машину нормально не выходит. Ее колбасит, как не знаю кого. Так, ну и в принципе, меня хватит. Не кувыркайся. Если она плохо садится, если потом будет дергаться, у этой заразы собьется. Цикл сканирования будет фигня. Так. Активируем. Все то же самое. Так, следующий результат цивидата. Тут. Ага. Уголь уменьшается, остальные подрастают. Кварцы поменьше. Ладно. А что у нас далее? Я проверил вот тут. Я проверил вот тут. Давайте радикально вот сюда. Посмотрим. Я, в принципе, готов даже не на краю поселиться. Разворот. Погнали. Погнали. Как же тебя колбасит, да? О, зацепил. Все, приехали. Это, мне кажется, зато она сама не выкрутится. А не выкрутился. Как разместить изначально первую вот точку, где планируешь устроиться, без вот этого вот геморроя, а? Ну, никак же. То есть, нет корабля, который тебе способен все это вот отсканить. Ничего нет. То есть, у меня еще пилотские навыки в максимум прокачены. А обычно на сервере, ну, на официале. У тебя еще и навыков к этому моменту ни хрена нет. Жуткая штука эта сканер, конечно. Но я поэтому под него и строил специальную машину, которая его вывозила. Потому что обычный самолет, его вывозить. Не может. Ну, может, но это выглядит вот так вот хреново. Потому что очень большая масса. Да, ну и у меня топливо на 15 минут. В принципе, вот предыдущий, вот где я сейчас сканю, ну, в принципе, сошло бы. Да. Но вообще, есть робкая надежда сразу найти месторождение меди. Или хрома. В прошлый раз мы, когда нашли хром, у нас был... Был жутко хреновый. С кварцем. В принципе, чего бы нет. Садись. Приехали. Ну что, да пребудет со мной удача. Повторюсь, мне нужно много угля, мало кварца и средне всего остального. Так, равномерная. С минусом в боксит. Так, ну давайте подумаем, куда можно еще двинуть. От края я, пожалуй, уйду. От края я, пожалуй, уйду. А здесь уж прям, ну, не на самом краю и не вкапываю. Чего мне-то обрыв-то? Не сильно-то я нужен. Не валяться. Будь как неваляшка. Вот так. Хорошо, что гравитация тут маленькая. 0,3. Но топлива все равно долго не хватит. Так, крутись, крутись. Ну, не думаю, что я прям что-то вкусное найду. Обычно долгие часы. Хотя, с другой стороны, в прошлый раз на официале я на Таласе довольно быстро видеть нашел. И недалеко от базы. Ну, уже немножко, видите, приноровился летать. С этой хреновиной над кораблем. Разворачиваться тяжело. По прямой это нормально. Разворачиваться тяжело. Так, а мне, кстати, надолго хватит. 15 минут непрерывной работы, а я этим рывками. Да, кстати, надо будет продумать, как посадочное поле делать на такой местности. Поднимать на землю есть боковина. Сквозь посадочное поле, так сказать, искусственное, корабль может провалиться. Только если он на грунте. Да-да-да, все нормально. Так, приехали. Долгий процесс. 15 минут сидеть ждать, очень не люблю. Ну вот, примерно похоже, они все поровну. Так, посмотрим. Ну, тут побогаче, но бокситы меньше. Бокситы чуть больше. Угля сильно больше. Ну, и того, сумма вот этих вот, она примерно одинаковая. Ну, то есть, плюс-минус 400. Ну, тут прям по углю хорошо. Железа чуть маловато, чуть-чуть. Ну, да, пожалуй, мне тут нравится. Ну, что ж. Хм. Жить будем здесь. Так. Где мы будем, так сказать, строиться? Ну, просто я далеко от мысли, чтобы на кривой летающей машине, с маленьким количеством топлива, пытаться найти у нас тут набросанного. Ага. Пытаться найти место, где еще и медь лежит. По-любому нужна база. Не, если сильно пригорит базу, потом можно свернуть. Так, поехали. Сейчас найдем себе место по солнцам. А, кстати. Оно уже не нужно. Вот так проще. Намного легче управлять. Вот. Смешно, да? Оно лежит в контейнере. Вес тот же. Но ничего не... Ничего вроде не изменилось. Но нет. Так, вот куда-то туда. И вот на этой равнине мы все и бахнем. Так, база будет чуть врыта в землю. Чтоб сквозь посадочное поле никто не проваливался. Ну, если разработчики... Разработчики, блин. Не разработчики, это же владельцы. Здесь владельцы сервера что-то такое учудят странное. Ну, ладно. Откопаем еще раз. Ну, не подземные помещения, а именно вот. Немножко строим дюны. Так, я думаю, вот тут. Ой, не то. Я думаю, вот тут нормально. Ну, что ж. Здесь будет город заложен и всей фигнею окружен. Развиваться будем в ту сторону, а клайм и в окно вот тут. Так. Эм... Девять. Наверное, нет. Но посмотрим. Так. Клайм, 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 клайм. Обламен, да? Тогда восемь. Ну, сейчас все узнаем про цены. Пум. Территория ставится пять минут. Нет, не так. Фордж, фордж. Не фактори. Есть. Клайм я на себя. Бесплатная установка. Интересно. Ну, оно клаймится, да. Ну-ка. Баланс ноль. Ага. Сто тысяч. В пять раз меньше. Это прекрасно. Так. Ну, в общем, он закланился, я так понимаю. Сейчас попробуем еще одну вещь. Так. Где мое большое ядро? Нет. Да, ну да. Восьмерка. Вот. Что у нас тут? А, я понял. Пока нельзя. Пока территории нет, не заклаймилось. Ну, я подожу четыре минуты. Я подожду. Я подожду. Все, дотикало. Теперь территория точно моя. Так, погоди-ка. Так, вот в эту плоскость мы все и будем делать. Так. Как-то вот. Все, вот ноль наш. А, наш ноль, наша база. Так. Ставим. Так. Это статика. А какого хрена статика у нас со стрелочкой? Кто-нибудь понимает? И что-то нет. Ну, ладно. Так. Пока крутится. Хорошо. Пошла вверх. Да, это большое ядро. Это завод. Я не уверен, что он на территорию не уходит. А, не, не уходит. Нормально. Так. Фактори. Тадос. Тоже мое будет. Да-да-да. Это будет фиксировано. Ну и все. Я теперь в пределах куба могу летать, как хочу. Ну что, нормально. Для начала сойдет. Так. Б. Нафиг. Давай еще немножко по плоскости поработаем. Так. В чем сейчас мой коварный замысел состоит? Где-то в уголке этой территории я бахну буровую. Так, слушайте, я не знаю, где. Просто я пока не пойму, где она кончается. А, значит, в чем проблема? Мне что-то дотянулся до этой хрени. Ага, в том-то и дело. Как мне он? Так. Фу, есть. Да, это было непросто. Так. У меня что-то разместить внизу, что я мог допрыгнуть. Любую хрень. А, ну, хотя бы. Площадочку. А, ну ладно, есть. Нет, можно линию, но на 0.7 куба я далеко-то не проведу. Вот она и кончится. Вот он. Да, вот такая непростая фигня. Очень высоко висит ядро, а больше ничего нет. Я ни обо что не могу включить. Поэтому сейчас просто сделаю какой-то предмет, за которым можно цепляться и использовать. В другом никак. Так, где она там? Вот. Ну вот. Держи к истине. Так, тут. А, я уже чуть дальше продолбил. Боровую тут и сделаю. Длинноватая серия получается, но никакой еще. Оу. Глубоко зарыться, да. Отлично. Так, ну че, ставим. Поскольку это в пределах того же завода. А знаешь, какая еще фигня? У меня контейнеров нет. Нет металла для него. Ну, в принципе. Слушай, даже мелкого контейнера нет. Я могу, конечно, снять с корабля. Видимо, так и придется сделать. Ой, ё-о-о, как все плохо-то. Так. До десерта оно сэнд. А как мне он так поставить? Инвалид конструктор. А как сделать инвалид конструктор? Ну, есть мягкость. А дальше двигать. А вот такая нудность. Ну, второй я уже от нее послал. Контейнер, видимо, сниму с корабля. Мне ничего больше не остается. Потому что ну, как-то надо выкручиваться. Блин. А они как по-другому. Было бы много материала, я просто полностью терил бы до туда и на пол бы ставил. А материала-то нет. Ну, так вот и мучится. Лететь и двигать. Причем тут нельзя зажать, чтобы она двигала. Ну, и это временная фигня. Потом буровую я поставлю, скорее всего, вне завода. Пока вот... Ну, скажите, а сейчас ставь сразу. Пока удобнее вот на заводе, чтобы она стояла. Чтобы напрямую в контейнере гнала. Прикинуть и понять, где я, собственно, буду. Ну, так. Так. Ага. Ну, все, теперь проще. Так. Что не так? Что-то не так, собака страшная. О. А так? А так. Вообще красота. Так, а четвертый у меня в кармане, поэтому я его тут не смогу поставить. Это неправильно. Так. Сейчас мы его переложим. Так. Отлично. И сразу начнем с нормальных буравок. Это радует. Не с эсочек, а с нормальных. Так. Первым делом нужно приличный контейнер за всего этого добыть. Приехано. Так. В принципе, я мог бы, наверное... Нет, ну контейнер, нам бы всякого надо. Слушайте, я тут вообще даже на поверхности я не вижу руды. Вот немножко есть. Это все. Да, я с бешеной скоростью могу собирать. У меня уже науки качественные просто. Пипец. Тогда не буду корабль разбирать, потому что он... Мне жалко корабль разбирать. Но мне просто у него потом обратно заковыривать, а контейнер. Ну, уперлось. Странно. У меня вроде был соликант рейнер. Я, видимо, выложил. У меня 100 баксов, но он нафиг мне не нужен. Ну, не 100 прям. Для топчера. Зачем взял? Не знаю. Вот, пошел. Ну, вот это чуть подольше этих программ. А медь, кстати, не вижу. Медь, она с зеленым с кемем прожилки не светится тоже. Хотя нет, погодите. Да нет, с зеленым поможет. Или красным. Да, был уж. Не важно. Опачки. Интересно. А что сразу месторождение не заметил? А это не располняем месторождение. Если я его собрал, то его не выиграешь. Тут немножко попаянся на брос. Приземлился. Может был скраб себе сделал. Что-то починить. Аварийный вариант. Вот я же приехал, у меня бравый. У меня есть атакующий. Может нет. Что-то с нуля можно было начать. В рюкзаке наплавить на крахе. Что-то качество будет делать. Нулевой цикл. Соответственно, самое интересное. А другой стороны, самое медленное. Ну что, я тогда попробую себе сделать контейнер. Ясточку хотя бы. Чтобы запустить эту дрянь. Да. Кораблик пострадал. Ну, в смысле, упал. Он не пострадал. Так-то с ним все хорошо. Так, что у меня здесь вообще? Ну, руды нафигачила-то, да? Опустили лежат. Так. Ну, контейнер я вообще не вижу. Мне просто хоть какой-то, чтобы запустить, но я нету. Ладно. Тогда сейчас буду крафтить. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.